Когда факел Олимпиады был зажжен, действие перенеслось на предприятие компании «Соя Кузбасс». Второй день в номинацию вспомогательных горно-спасательных команд открыла команда ВГК «Шахты имени Рубана». Последнее приготовление на путьстве наставника и можно выходить на старт. Первое упражнение – беглая проверка и включение в респиратор. Сделать беглый проверку, включить в респиратор. Следующий этап – тушение пожара в горной выработке. Пожар в кубяковой выработке. Предположительно горит деревянная крепь. Нам нужно обнаружить и локализовать пожар. При входе в загазированную выработку включиться в респиратор, соединиться к анатикам. При выполнении задания выполнять личную и коллективную безопасность. За действиями команды ВГК в режиме реального времени на помощь пришли современные технологии, внимательно следят судьи. Любая незначительная ошибка может привести к потере баллов, а в реальных условиях – к трагедии. Небольшие, совершенно не критичные, но судьи принципиально выставляют ошибки. Где-то поторопились, где-то с докладом не доложились, где-то перемычку не посмотрели. Следующие два этапа – разведка и оказание первой медицинской помощи. При этом стоит заметить, что члены ВГК – непрофессиональные спасатели. Основная наша работа – это работа по специальности. Мы угрозы, работаем в лаве. Ну, ВГК мы состоим как добровольно, добровольно формирование, да. Самая главная наша задача – смотреть, чтобы в коллективе было все по правилам техники безопасности. Спасение людей – это в первую очередь личная безопасность, безопасность отделения. На Вашей практике были случаи, когда пришлось применять свои знания как члены ВГК? Нет, моей практике не пришлось. Вспомогательная горно-спасательная команда – многоборцы. Их задача – оказание медицинской помощи и тужение пожаров. При этом они должны быть в хорошей физической форме. А потому спортивный этап включает бег, перетягивание каната и поднятие гири. Практический этап был сложнее. Вот сейчас на спортивном этапе, как думаете, вы ложитесь по полной? Да, сейчас мы будем бороться до конца. Сейчас останется конкурс канат и гири. В них мы думаем, будем бороться до конца. Особую роль в победе команды играли болельщики, которые на всех этапах поддерживали участников. А на площадке предприятия Сибдамель, где соревновались электрослесари подземные, все было гораздо спокойнее. Сначала участники сдавали теоретический экзамен. Отвечать на вопросы билетов иногда было совсем непросто. Многим пришло вспомнить студенческие годы. На втором этапе показывали практические навыки владения профессией. Необходимо было на время разделать и соединить два конца гибкого кабеля в коробку КАЭР-11. Соединить концы контрольного кабеля связи в распределительной коробке. Но главный, показывающий квалификацию электрослесаря, третий этап. Найти повреждения впускателей ПВИ-315Аш плюс Р. В впускателе мы заранее прогнозируем и ставим три повреждения. Два по коммутации, по схеме и одно повреждение по блоку. В зависимости, ну все они примерно одного уровня. И я считаю, что вот именно показатель электрослесаря, электрослесаря, это вот успешное прохождение третьего этапа. В итоге вся цепочка должна замкнуться и вода из одной емкости перекачаться в другую. Как отмечают судьи, уровень подготовки специалистов заметно возрос. Сложного такого ничего нету. Просто по времени это все прохождение. Поэтому волнение в некоторых случаях оно мешает. Номинацию лучший лаборант угольной химической лаборатории впервые включили в программу Олимпиады. Своих участников выставили 11 компаний. Ольга Кузнецова представляет компанию «Соя Кузбасс». По жребию в родных стенах центральной углехимической лаборатории ей выпало выступать первой. Слышали, как ваши ощущения? Руки трясутся, не могу совладать. Что вам необходимо было сделать? Набрать на скорость 6 навесов. Бывает много проб привозят и надо успеть сделать. Чем меньше времени затратишь, тем быстрее отдашь результаты анализов. Во втором этапе лаборанты определяли зону стюгля. Основные конкурсные этапы во всех 13 номинациях завершатся уже сегодня. А завтра станет известно, в какой компании работают лучшие горняки России.